Я думаю, что, наверное, вопрос и летний, и зимний решится, скорее всего, надо запланировать и сделать это все в этом году с 1 января 2019 года. Они согласны сделать нам хотя бы какие-то проездные, мы готовы за те проездные по тех же 50 гривен заплатить, чтобы мы заходили в автобус, показывали свой проездной и себе катались именно на вот этот летний период времени. То есть заработная плата двух водителей, одного контролера-кассира на летний период, это отчисление ЕСВ, затраты топлива, то у меня предварительно получилось 336 гривен. У нас ездят дети, которым трудно добираться, там после учебы заканчиваются 2 часа, но хотелось бы, чтобы 3 часа, они не ждали до 4 часов, а 3 часа, чтобы они по окончанию приехали домой. С этими двумя рейсами проблем никаких, просто в общем, процедура вот этого все выдержит. Владимир Павлович, у нас предложение возникло от работающих и имеющих маленьких детей дошкольных и школьных учреждений. Если мы вот этот рейс, который на 16.20, передвинем на 15 часов. Время увеличивается раз и затраты со мной с местного бюджета идут на этот маршрут. Мы сейчас делаем на 17-е, делаем паспорт-машрут, меняем вот эти вот, один рейс, меняем, один добавляем. На Амбуховский столб-кон, перед сессией, делаем тариф, повышаем его. И вводим его с 1 сентября, когда бесплатно. Мы приняли ваше предложение, мы его отработаем, все информацию. Так, наш устраивает такой вариант, да? И на следующий год не забудете. То мы вообще будем думать о такой форме оплаты, как карточка южнимца, такая, как сейчас вводится во многих городах. Потому что что-то с этим надо будет делать. У нас первые, кто выпадает из проезда, это выпадают пенсионеры. Они не являются льготными, никакой категории, на них никакие деньги выделяться не будут. А что-то нам с этим надо будет делать. И если введут монетизацию, то полетит наш бесплатный маршрут аж бегом. То есть, в принципе, все льготные категории получат деньги на руки. Хочешь езди, хочешь не езди, сиди дома. А все остальные, кто не льготчик, будут обязаны ездить за деньги. Поэтому будем, мы сейчас уже думаем на эту тему. Вы находите людей, кто робит проект, робит экспертизу этого проекта. И за этим проектом приходите сюда, на нас, а как приходят, на нас и на сегодня. Вот работать при эко-сервисе, надо вести бухгалтерию и так далее. Тому удобно, что в бухгалтерии есть, так сказать, эко-сервис. Это как-то меняет эту ситуацию. Кроме этого, конечно, там надо, чтобы было у вас на территории, на территории тоже в штате эко-сервиса числится хотя бы один человек, который будет заниматься. Мы планируем, или вы там, не мы планируем, ну, с вашей поддачей, вот так говорите, вот это декларация, как она. Петиция, построительство спортивной площадки, построительство, не просто нам построить, за ней надо, что-то сказать, ну, обслуживать, будем так говорить. Поэтому кто-то должен быть, какой-то технический работник, у него должно быть рабочее место. У нас сегодня 55 СРД, и МИС должен туда выйти в эту программу, 53-я юридичная особа. Юридичная особа. И таким образом мы будем дальше, чтобы вы понимали свое будущее. Когда это будет реально, вы приходите, вы хотите, что-то сделать в городе. Разникнет идея, строительство нового водопровода, мы вместе бюджет ваш, бюджетно отстроим той водопровода, и выдаем на баланс битя для обслуживания. Так само я же раз говорю, это схема, какая суть... Надо все на баланс передать, но пока ничего не передали. На месяц, когда у нас была неприятная такая ситуация, у нас затапливали. Горожи затапливали, помните, шарки, приезжали, вытащили гаражи. Это Одесская улица. Вот когда в подвалах были вода, течение, вы туда присутствовали, вы туда лично приехали, и вы пообещали, что вот в связи с такой ситуацией, я вот здесь человек новый, я разберусь, посмотрю, и мы вам говорили, как в улице, вы сказали, я разберусь, здесь у вас будет построена леневка, отвод воды. В случае таких... Я искать, отвечаю на ваш вопрос. После поездки мы идем туда на место, в силу принципа и она туда на сети санкарбина, было принято решение, либо мы делаем ливние отводы, ливние отводы, так сказать, по улице, в профиль делаем дороги, делаем ливневку. Я так говорю, что просьба у нас что ли? Просьбу надо выполнять. Какая разница между нарядом и между просьбой, если ее надо выполнять? Это одно и то, с Кословиной тоже. Единственное, что мы можем, я думаю, что нам удастся это пробить, пробить, что мы вырубим мусорные площадки, мусорные площадки, может, мы в чем-то вам участвуем, помогаем, а контейнеры тоже закупают организации, ковозим мусор. На сегодняшний день у нас господин Суханов. Проект до 1 августа должны быть уже предоставить и рассчитать все. По чему? На площадке. Да, поэтому я думаю, что детский площадок, единственный момент, вы рассчитываете на двой невеликой, что мы рассчитывали на одну велику, потом Егор бился тут. А для второй, что нашли место? Бился, давай, то, что давайте сделаем бэр. То есть надо все делать для того, чтобы они отдали это в хорошие руки, и люди строились, и чтобы мы скорее закончили еще процедуру со стройками, и в конце концов там наводили какой-то порядок, в том числе и тротуары, и благоустройство, и все остальное. У нас есть приняты правила благоустройства города Южного. В том числе там есть определенные стыки, целый раздел, который посвящен тому, как частный сектор должен содержать в порядке свои внутри и снаружи. Потому что то, что снаружи, это тоже, это не колхозное, это наша ответственность. Мера ответственности наступает от нашего забора до дороги, это все наше. Я обещаю, я закрепляю туда инспектора. У нас будут уже велосипеди, и будем ездить до вас в гостях, то есть контролировать. У меня только такая пропозиция, в принципе, это можно сделать очень просто. У нас сегодня есть список в старших улицах, у нас тут не все присутствуют, у нас десь близко 22 людей, так? Это конкретные люди, которые отвечают за свою длиночку. Поэтому у меня такая пропозиция співпрации. Сейчас Микола Яковлевич скажет свой телефон, я думаю, что он не секретный, я просила, чтобы вы его написали. В принципе, кто будет готовый на співпрацию? Что нужно для того, чтобы человеку притягнуть до адміністративной ответственности? У нас правила благоустройства, это документ нормативно-правовой, документ честного действия. Мы как старший по улицам. Нет, говорите, помочь. Это вы. Звоните по телефону Николаю Яковлевичу. Он присылает своего инспектора. Инспектор составляет, сначала пишет припис, а вы идете, если хотите, то идете свитком, потому что там... Нет, припису не требуется, на протоколе. Если грубое порушение, то сразу протокол. Да, если грубое порушение, то сразу протокол, то там должны быть два свидетельства. Чтобы он был легитимный, чтобы его никто не спорил в суде. Решили сделать, чтобы МИЗ был нормальным, цивилизованным, как бы сказать, городом, ну или поселком. Чтобы нормально вывозился мусор, нормально люди могли добраться на работу, с работы, дети со школы, школу. То есть, как бы решили поднять вопрос, который не поднимался долгое время, это то есть благоустройство, ну, нашего МИЗа, маленького, так сказать, нашего городочка. Транспорт был, была проблема в его времени хождения. То бишь, как бы неудобно было людям с работы добираться, ходили пешком и детям после школы, то есть, окончание там в два часа занятий, дети ждали до четырех часов, чтобы добраться автобусом домой. То есть, хотим, чтобы добирались нормально, спокойно, родители не переживали. Следующий вопрос был связан с канализацией. В чем проблема состоит? Ну, нужно сделать, чтобы были пожарные гидранты, были, как бы, перекрытия вода, ну, воды можно было ее перекрыть, потому что в случае чего прорыва, то у нас, как бы, обестачивается весь мест, перекрывается, а не отдельные, как бы, участки аварийные, где надо проводить работу. Ну, как бы, работаем потихонечку, самое главное, чтобы мы друг с другом нашли, как правильно сказать, взаимопонимание. А дальше все, я думаю, получится, будет все в порядке. Паруи же случались, то есть, сталкивались с кем? Да, то есть, были проблемы, поэтому, как бы, начали про них говорить. Все начиналось с детских площадок. Началось с детских площадок, и так пошло, 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 пошло. Самое главное, это было дети. Дети – это наше будущее. Начинали все с детей, с детских площадок. Дальше уже продолжили. По нарастающей, по наболевшей, скажем так. Жители Миза обратились к нам вопросом, чтобы мы добавили два маршрута, два рейса, извиняюсь, в летнее время это на 18.00 и 21.30. И в зимнее время в 15.00 и 18.00 оставить. Ну, мы начали с летнего времени, по порядку. Значит, на 18.00, ну, как бы, согласен этот рейс, на 21.30 нет, потому что это дополнительные затраты. Это позднее время, это третий водитель нужен, и это опять-таки сезонное, да, лето. То есть три месяца взял человека, а потом остался человек без работы. Поэтому мы, как бы, пока этот вопрос отодвинули немножко. И в связи с этим, что сразу это все, то есть завтра, послезавтра это сделать невозможно. Почему? Есть процедуры, по которой надо график маршрута поменять, согласование пройти, вынести на исполком и тому подобное. То есть есть немножко процедура этого всего вопроса. Лариса Юрьевна выступила с предложением от жителей МИЗа. Есть второй вопрос. Как бы они просили за 21.30? Нет, сейчас переместить два рейса. Один вести, один переместить по времени. Ну, как бы, мы не против этого рейса. Мы можем выполнить этот рейс, но надо опять-таки пройти процедуру. То есть сейчас мы посчитаем и дадим свои предложения, потому что это очередные затраты, да, понесут это топливо. Вот, и мы посчитаем все, предоставим. Вы, Сергея Юрьевна, до середины мы пообещали, что в середину предоставим. И я думаю, что как бы прям не будем работать по такому маршруту. Хочем с того, что на сегодняшний день мы багато уваги не уделяем МИЗу. Я пообещал, что с либня месяца мы уже будем больше определять МИЗу, тобто приватному сектору, тим нерадивым порушникам. На первый раз будем попереджувати, вписывати приписи, тобто давать им термін, чтобы они усували правопорушения. Если они будут не выполнены, то будем складывать административные протоколи за статуя 150 рублей. То есть правила благоустрою МИЗа. Новые правила благоустрою МИЗа, вы знаете, были приняты последним днем весны, это 1-го, 0-5-го. В принципе, они не очень отличаются от старых. Но в целом, их нужно поддерживать, нужно их почитать, ознайомиться, там много чего-то интересного. Поэтому еще хочу добавить санкции, за статтой 152, и правила благоустрою МИЗа. Для граждан 340, 1360 гривень, для посадовцев от 853 гривень до 1700 гривень. Перш за все, мы им дали пораду, чтобы они ознайомили всех своих соседей, особенно, скажем так, порушников, что есть такие правила, что есть такая инспекция, которая в складе муниципальной власти, что будут выезды, будет контроль, будет полный моніторинг проводитись, и, соответственно, будет реакция, то есть, приписи, протоколи, и так далее. Будем стараться, им допомогать, там порядок развиваться. Ранее не обратились с такими проблемами? Самые жители МИЗу? Нет, жители МИЗу не обратились, они обратились в основном в місто, с различными проблемами. МИЗу, это ни разу не обратились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова